Добрый день, ребята! Откройте свои рабочие тетрадки, запишите дату сегодняшнего урока. Тема нашего урока – творчество О. Генри, его произведение «Вождь краснокожих». О. Генри – это литературный псевдоним. Настоящее имя писателя – Уильям Сидни Портер. Американский писатель, юморист, автор популярных рассказов, новеллов и юмористов, отличающийся тонким юмором, неожиданными развязками. Уильям родился 11 сентября 1862 года в Северной Каролине. Рано лишившись матери, он воспитывался теткой, владелицей частной школы. После школы стал работать фармацевтом в дядиной аптеке, попутно обучаясь данной специальности. Через год получил лицензию, но вскоре по рекомендации знакомого доктора переехал в Техас. Поправив на ферме здоровье, он перебрался в местный город Остин, где пробовал себя в разных профессиях, в итоге устроился на работу кассиром в банке. К этому времени относятся первые литературные пробы молодого писателя. Он издает юмористический еженедельник, почти целиком заполняя его собственными очерками, шутками, стихами и рисунками. Но из-за нехватки средств еженедельник был закрыт. А вскоре государственная проверка в банке выявила недостачу. Несмотря на показания организаторов банка, погасивших почти всю эту сумму, он был обвинен в растрате и бежал в Гондурас от следствия. Именно пребывание в Гондурасе, наполненном беглецами от закона, искателями приключений и прочими неоднозначными личностями, дало богатую почву для написания романа «Королей капуста» – единственного крупного литературного произведения автора. В 1807 году он возвращается, чтобы ухаживать за больной женой, которая умерла от туберкулеза. В феврале 1898 года осужден в растрате и посажен в тюрьму в штате Огайо, где провел 3 года и 4 дня. В тюрьме его спасла профессия фармацевта, благодаря которой он избавился от тяжелых каторжных работ. Даже здесь он продолжал творить свои рассказы. Заслужив доверие руководства тюрьмы, он рассылает рукописи по разным изданиям. Именно в это время он выбирает в себе псевдоним, под которым останется в истории. Позже он всегда давал в интервью противоречивые данные о том, почему именно Огенри. В связи с этим существует ряд мнений по данному вопросу. Освободившись досрочно за примерное поведение, писатель вскоре добивается широкой известности под этим псевдонимом. Огенри умер 5 июня 1910 года в Нью-Йорке от диапеда и цирроза печени в возрасте 47 лет. За свою жизнь он написал не менее 270 рассказов. Это число может быть значительно ниже настоящего, так как многие рассылаемые им в журнале и газете рассказы не сохранились. Огенри вошел в историю как блестящий автор короткого рассказа, обычно с неожиданной концовкой. Многие его произведения неоднократно экранизировались в разных странах, в том числе в СССР. Одним из самых известных рассказов стал рассказ «Возжь краснокожих». Это юмористический сюжет о маленьком церванце, замучившем двух похитителей, оставивший яркий след мировой юмористической литературе. Прочитайте название «Возжь краснокожих». Как вы думаете, о чем рассказывается в этой книге? Может быть, кто-то уже прочитал об индейцах? Индейцы – это удивительный народ. У них богатая история. Но эти книги рассказывают о свободе, о борьбе за свободу, о том, как важно человеку расти в свободной стране. А в действительности в этом рассказе идет речь о том, как два мошенника похитили десятилетнего сына одного богатого человека. Казалось бы, страшное дело – похищение ребенка. Но когда мы читаем рассказ, смеемся. В чем же дело? Какие юмористические приемы использует автор? Юмористический эффект достигается при использовании такого приема, как несоответствие. Какие несоответствия увидели в поведении жуликов вы, прочитав рассказ. Жулики уверены, что отец заплатит большой выкуп за ребенка, но он спокойно и не ищет связи с похитителями. Бил – сильный мужчина, отчаяния храбрости. Лежал, как женщина, боящийся гусениц или привидений. Он не боится ничего и чуть не плачет, общаясь с женой. Вывод – поведение героев – много неожиданности. Сами похитители вовсе не страшны. Их становится даже жаль. А вот Джонни бросался камнями в котенка, чуть не снял, сбило скальп, превратил несчастного мужчину в коня, заставив есть песок, сунул за шиворот горящую картошку и раздавил ее ногой. И вместо наживы бандиты вынуждены сами заплатить деньги отцу мальчика. Вывод – смешное создается путем соединения несовместимого, неожиданного в сюжете поведения героев языковых средств. Приемы, которые использует он Генри в произведении – это гипербола, несоответствия, юмористические сравнения, неожиданные повороты сюжета и непредсказуемый финал. А что вы можете сказать о характере вождя? Все верно, он любознателен, активен, смел, у него богатая фантазия и воображение. Давайте прочитаем его застольную речь. Из этой речи мы узнаем, что это избалованный ребенок, который не желает учиться. Почему мальчик таким вырос? Наверное, родители слишком много потакали своему чаду, удовлетворяли всей его прихоти. Как вы думаете, о чем заставляет задуматься рассказ о Генри? Да, действительно, о том, что нужно детям уделять внимание, воспитывать их добрыми, отзывчивыми людьми. Домашнее задание. Прочитайте, пожалуйста, статью учебника на странице 262-264 о творчестве по Генри. И вам необходимо прочитать текст произведения. Текста в учебнике нет, поэтому вы должны найти текст в интернете и прочитать данное произведение. И ответить на вопросы письменно в тетради, вопрос 5, 6, 9 на странице 264. Напоминаю, что выполненные задания вы должны отправить своим педагогам на электронную почту. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok